добрый день друзья добрый день и у нас сегодня опять кухня инфодайлинга и мы немножко поделимся с вами нашими результатами нашими планами нашими проектами и всем тем что творилось на этой волшебной кухне инфодайлинга бабы ежки колдовали мешали и заваривали итак начнем с результатов на этой неделе к нам пришло очень много обратной связи и даже вот был момент когда мы почувствовали что в инстаграме надо сделать отбивочку текстами перед тем как пойдут снова большим объем ролики и поэтому мы даже часть каких-то отзывов обратной связи даже выложили в инстаграм даже на один пост на пубай из того что нам писали но ты с последнего что помнится это о том что у ильи уже тест отель показал 26 баллов это выход из аутизма и мы поздравляем родителей с этим делом кроме того нам на этой неделе пришла обратная связь от мамы год назад была консультация обращалась мама с паническими таками у ребенка психоз панические атаки и была одна консультация год мы маму не слышали не видели ее не было в чате она была где-то на небесах и через год она вернулась и рассказала что панических атак психозов нету но ребенка отстает интеллектуальное развитие то есть ребенок сильно идет с задержкой в развитии и при этом описала поведение папы и мы понимаем что на самом деле очень круто выключить панические атаки у ребенка там где папа имеет страдает психозом скажем это очень круто это очень круто на самом деле потому что папы в работе не было да папы мало того что не было так еще и со стороны папы идет паническая психическая и при этом да самого себя и при этом ребенок меняется это все ушло но есть интеллектуальное развитие это следующий шаг который мы еще не делали который только в планах потому что все-таки консультации наши иногда приходится ждать дальше на этой неделе к нам кстати мама начала работать через год мама начала работать она начала работать в чате наконец-то давно мы дошли что все равно работать придется не слабите мама двинулась значит и папа да кстати на эту тему была связь на этой неделе семьи где двое детей с аутизмом и вот родители четко заметили меняются они меняются дети как только у родителей порядок в голове наводится тут же раз-раз-раз дети между собой начинают дружить у них идет прояснение сознания идет развитие когда нам пишут уже об этой связи папа с мамой мы понимаем это классно родители видят и значит у родителей есть стимул меняться да то есть они уже осознают а тот объем работы который им предстоит проделать в принципе тогда уже путь нарисован то есть вы понимаете там до москвы 100 километров значит я их доеду уже не вопрос уже это очевидно да то есть тяжелее когда дороги не видно а когда уже дорогу видишь это уже прекрасно а кроме того на этой неделе у нас была обратная связь классная по беременности очень долго кстати у нас одна мама родила а вот это вот по беременности мы когда-то работали на курсе и прицепили сознание а прямо на курсе месяца два на курсе на глубине мы показывали как работать с клиентами по темным вопросам и брали конкретно беременность потому что эта работа была с сознанием каким образом работает с перетекающим сознанием и беременность случилась как говорили второй месяц февраль она случилась и в прошлом беларусь в будущем американец уже в животе у мамы и это прекрасно кроме того опять-таки из канады пришла обратная связь наверное единственное что я опубликовала это тоже после курса из глубины когда на курсе сказали работали когда с женщиной сказали ей что ее подсознание сделает ей подарок да то есть ее подсознание подкинет ей она чувство подарка и каким образом это проявиться в жизни мы не знали но просто мы знали что подсознание готовит в реальность что-то подкинуть такое удивительное чтобы показать что связь подсознание и реальность вот она реально и этот подарок пришел и статья до после курса и это эта статья есть на сайте нарисован этот подарок фотография подарка да то есть это все что материализовалось, то есть как идет прямая материализация. И, кстати, про то, что материализуются мысли, планы и так далее, начинают люди писать все чаще. И когда материализуются, то очень интересно, оно материализуется без искажений, что хотел, то получил. И на эту тему, почему без искажений, потому что сегодня очень много тренингов на рынке, которые оправдывают, почему-то я хотел синенький Rolls-Royce, а получил зелененький Запорожец, но все-таки шмашина, и начинают оправдывать и подгонять это все. Так вот, в инфодайминге это не прокатывает. То есть если синенький Rolls-Royce, значит синенький Rolls-Royce. И если вы себе придумываете оправдание, значит, наверное, вы себе врете. И вот поэтому вот эти вот штуки мы все тоже, кстати, разбираем, что и как происходит, и немножко ниже мы дальше поговорим по тексту, потому что мы к этому вопросу вернемся. В принципе, о вот этих результатах, о письмах мы можем говорить много, но, наверное, это не имеет смысла. Если вам интересно, вы можете посмотреть наш Инстаграм. Если вам интересно, вы можете, у кого дети все-таки страдают проблемами, мы вас добавим в чат мамы, вы можете переписываться, работать. Либо же, если вам интересна работа в чате и интересное движение в инфодайминге, вы можете уже с конца марта купить книгу Александра Зайцева по чату особенных мам, да, книга, которую написали мы, она уже идет в печать, и вы сможете ее приобрести и точно так же читать. Это все написано на реальных событиях. Это не придуманный Гарри Поттер. Гарри Поттер вообще нервно курит в сторонке по сравнению с тем, что делаем с психикой мы, и с тем, как это проявляется в жизни, какие результаты мы имеем. И это не выдуманные результаты, это реальная работа, реальное сознание и реальные результаты. И в книге можно увидеть реально, как менялись мамы, проследить даже это, это будет видно. Но тот, как человек становится, тот по чату, а у кого будет книга, да, реально увидеть, просто оно будет даже очевидным становиться, как меняются мамы. И у некоторых известных журналистов, которые публично заявляют, что человек не меняется, будет возможность включить на мозг, если он есть. Итак, а сейчас мы переходим к разделу «Новые проекты». «Новые проекты» у нас запустился вчера стрим «Вопрос-ответ». Формат ТикТок. И этот формат пошел сразу в Инстаграм, этот формат пошел в ТикТок уже отдельными роликами, вы это можете видеть. И этот формат сразу же был скопирован обезьянами, то есть они даже название не меняли, в интернете раскидали точно так же, что они будут проводить точно такие же ТикТоки, но немножко суть подменена. Суть-то ушла, потому что копирование, оно не предполагает копирование сути. Оно предполагает съедание фантика, но не съедание самой сути, потому что конфетку-то мы и пропустили. Смотрите, для того, чтобы вникнуть в суть конфетки, давайте мы все-таки разберемся, в чем разница между гипнозом и инфодайвингом. Это очень важный вопрос, потому что когда человек видит, что мы тоже сидим, а тем более мы на стриме сидели, замечу, без погружения, с открытыми глазами, и давали ответы на вопросы. И заметьте, по обратной связи, которая уже сегодня к нам сыплется, мы давали 100% яблочек. Вообще просто тум! И человека взрывало изнутри. И мы это знаем, и сегодня ходим ржом, потому что, а иначе быть не может, потому что ты смотришь из-под сознания. Когда человек говорит о подсознании, то давайте разберем, чем отличается инфодайвинг от гипноза. Гипноз – это состояние засыпания. Спи, погружайся, ты слышишь только мой голос, приятное тепло развивается по твоему телу, и плавно проникает в мозг, и ты погружаешься все глубже и дальше. Спи, ты засыпаешь и расслабляешься. Стандартные формулировки по гипнозу, то, что я сейчас сказала, это состояние гипноза, это состояние засыпания. Мы засыпаем на ночь. Мы засыпаем, и нам на ночь рассказывают сказки. Нам рассказывают сказки о прошлой жизни. В прошлой жизни ты был тем-то и тем-то, и значит, там этот вот человек, который там что-то сделал, виноват в том, что ты сейчас будешь спать и страдать. Вот это гипноз. Ответственность ушла в прошлую жизнь, и состояние сна. Спи, малыш, усни, малыш. Вот это гипноз. К гипнозу относятся все практики, все психотехники объективного восприятия. Об этом вы можете прочесть в книге управления восприятием. Можете спорить, можете не спорить, но там абсолютно четко дана градация, и каким образом отключается надсознание человека, именно надсознание человека, потому что вход в гипноз, это вход в последняя стадия надсознания, когда мы подходим к зеркалу. И дальше, как только человек заходит за зеркало, идет провал в глубокий сон, и человек отключается сознание. Он не помнит. И вы это можете наблюдать каждую свою ночь, потому что зона подсознания, подсознание доступна не всем. Туда вход практически 99% граждан, туда входа не имеют. Поэтому, когда они говорят вопросы и ответы из подсознания, мы понимаем, это вопросы и ответы из надсознания, с выносом ответственности, и с засыпанием, с входом в гипноз. Что такое инфодайминг? Инфодайминг – это состояние просыпания, это выход из сна в пробуждение. То есть это предрассветные часы, это мы просыпаемся. И когда мы просыпаемся, тогда ключевыми становятся, не спи и ответственность выноси в свои прошлые жизни, а ты пробуждаешься и говоришь, я отвечаю за свою жизнь, и я создаю свою жизнь такой, которая мне нужна. То есть инфодайвинг – это про создание. Про ресурс. А создание – это всегда подразумевает наличие ресурса. То есть вы утром просыпаетесь бодрячком, да? Это наличие ресурса, и это наличие проснувшегося сознания, которое создаёт осознанно. А для этого надо взять ответственность за свою жизнь. Не скинуть её в прошлую жизнь, а вернуться здесь и сейчас, и здесь и сейчас. Я хозяин своей жизни. Я создаю. И я создаю осознанно. Вот это про инфодайвинг. Смотрите, какая ключевая разница. Состояние засыпания с выносом ответственности, состояние просыпания с возвращением ответственности, исключением осознанности. И когда я говорю про просыпание, специально говорю это слово просыпание, потому что тут же по привычке люди, живущие в объективном восприятии и выносящие ответственности, говорят, про это говорил Ашо, про это говорил великий Будда, там тоже было пробуждение. Они говорили о том же. Они говорили, пробуждение, спи, малыш. Потому что это тоже было объективное восприятие, господа. И не путайте. Вы можете назвать пробуждением состояние засыпания, то ничего не изменится, потому что вы не взяли ответственность за свою жизнь. И вы не несете ответственность за то, что вы создаете. Потому что в вашей голове еще существует объективная реальность, которая типа от вас не зависит. Но на самом деле эта реальность творится в вашей голове. И до тех пор, пока вы это не осознаете, говорить об инфодайлинге бесполезно. Поэтому все, что связано с инфодайлингом, это состояние предутреннего просыпания. Не просто так усуфев вот эти вот практики утром, не просто так вот эти утренние состояния используют религия. Почему? Потому что в это время, если человек и начал просыпаться, его надо быстренько вогнать в сон, чтобы им было очень хорошо управляться. И тогда становится очевидно, когда мы поставили вот этот вот стрим, вопрос-ответ мужей следующий, поставили следующий, мы для себя решили провести такую штуку. Для того, чтобы сравнить основную травматику, основные моменты происходящие в психике человека, надо в короткий промежуток времени взять хотя бы человек 500. Взять хотя бы человек 500 в отработку, и ты сдохнешь. То есть это полгода работы, а то и больше. Так вот, на сегодняшний день даже больше. Так вот, господа, для того, чтобы взять простенько, для этого можно без погружения, из, когда ты находишься в подсознании, в надсознании, да, вот в этом глубинном состоянии, ты можешь из этого состояния в глубину, четко видеть, здесь, здесь, здесь проблема, и она разворачивается так, так, так. И когда мы взяли, по сути дела, мы организовали сами себе тренировку. Вот этими вопросами, ответами из подсознания мы организовали тренировочный процесс, когда мы набираем информации с разных людей, что творится в подсознании людей. И вдруг обнаружилась интересная вещь. Вот вчера на стриме человек спрашивает про кредиты, человек спрашивает про головные боли, человек спрашивает про болезни, про онкологию, там, и так далее, да? Разные вопросы были. Человек спрашивает про духовное развитие, опять-таки. А смотрите, если мы возьмем и проанализируем наши ответы, мы, например, сами не ожидали, это сегодняшний наш анализ, мы прослушиваем наш стрим, и вдруг выясняется, цепочка из подсознания идет частями общая. Общая идет ложь, общая идет лень, общая идет подавленная злость. С разным человеком, да? А идет, именно прослеживается общая часть по цепочке. Общая часть. Вопрос, куда они направлены? От к я или к не я, да? Но это идет, да? То есть мы начинаем прослеживать общие блоки. Общие блоки, которые приводят к общему проявлению и наличию того или иного заболевания и так далее. То есть у нас началась систематизация, то, что мы говорили, нам очень важны алгоритмы и системы. И мы начали это видеть. То есть если до вчерашнего вечера для нас каждый человек был индивидуальностью, то после вчерашнего вечера мы увидели коллективность. И до нас начало доходить, каким образом в коллективном размывается индивидуальность, за счет чего. Вот это первый наш анализ, наш с тобой, да, благодаря первому стриму. Только первый стрим, пока первые там 10-15 человек, да, а мы уже видим, как коллективное поглощает индивидуальное. Как пропадает индивидуальность человека, на чем она пропадает и зачем она пропадает. А ведь, господа, когда вы это осознаете, вы понимаете, что это управляемый процесс, потому что рычаги управления у всех идентичны. и вот здесь начинается самое интересное, да, коллективное начинает все глубже осознаться, да, каким образом оно строится, каким образом оно осознается. Поэтому мы с этим... Оно уже нащупывается. Оно уже нащупывается, да, оно приобретает материальную форму. Так вот, смотрите, вот после этого первого стрима мы была одушевлены, на самом деле. Мне очень понравилось, потому что мы понимаем, что если для вас это, о, эти ведьмы попали или не попали в нашу информацию, мы же такие исключительно индивидуальные, то мы вдруг видим, ребята, а индивидуальности тоже нет. Остается коллективность, которую дергает за струны, и она будет танцевать ту лампаду, которую в нее закладывали, что мы видим в окружающем мире. И вот эти вот струны души, за которые можно дергать, они очень четко систематизируются по направлениям. И это все можно объединять в информационные блоки. Поэтому мы с Ириной решили, так как мы вот уже в наблюдении, даже мы уже сами охреневаем от выхлопа от одного, от одного стрима, да, ради чего все это было задумано, мы даже не ожидали такого результата для себя, да. Поэтому мы решили, что возможно даже мы где-то поставим промежуточные стримы в те недели, где мы не будем проводить, например, обучающую программу, мы, может, даже среди недели поставим. А так по понедельникам он однозначно будет стримить вопрос-ответ из подсознания. И это именно подсознание, потому что речь идет о пробуждении. И заметьте, когда мы будем говорить из подсознания, то мы не будем вам баять сказку в уши, мы будем вам делать больно. Хотя образы ложить. Те образы ложить, да, те образы, которые... Вот у нас не сказочный образ будет в вашем подсознании, а вы будете видеть, где вы сами себе причиняете бор, где вы сами плюете в свой собственный колодец, где вы сами себе прете, где вы сами организуете себе болезнь, зачем вы ее себе организуете, где вы сами организуете себе проблемы, зачем вы их себе организуете и так далее. Это все делаете вы. А мы будем видеть, как это все складывается в одну шахматную партию под названием коллективное, бессознательное, потому что оно действительно бессознательное, потому что там размыта индивидуальность. По сути дела, мы будем раскладывать те границы, где вы теряете индивидуальность и становитесь вот этой вот единой массой, той клоакой, которая не обладает собственным разумом, где разум отключается вместе с индивидуальностью. Поэтому вот эти вот образы с выносом ответственности, когда идут, сразу понимаете, вы в объективном восприятии и вы засыпаете. И вашему подсознанию очень не нравится, когда вы засыпаете, потому что ему уже надоело будить Бога, а Бог, когда спит, все дальше уходит от себя и все больше блуждает по лесу. И ваше подсознание ждет, когда же вы уже упроснетесь и вернетесь к себе настоящим. И поэтому оно будет тогда зажимать вас за эти сказки все больше и больше и говорить, проснись, проснись, вернись к себе. А это все про ответственность и про создание. А про ответственность и про создание – это про инфодайлинг. И, кстати, вот этой именно темой создания мы и будем заниматься на курсе. На курсе, который начинается сегодня, он так и называется «Молодость и здоровье». И, казалось бы, мы будем вас лечить. Нет, мы вас лечить там не будем. Более того, психотехническая база, которая будет на нем использоваться, она уже давалась нами на других курсах. И немножко сейчас будет углублено. И, возможно, и невозможно даже, скорее всего, вам придется те курсы, которые проходили в записи воли, в простом варианте, освоить самостоятельно. Об этом скажем еще ниже. Но вот на этом курсе «Молодость и здоровье» мы будем конкретно заниматься созданием. Так вот, для того, чтобы заняться созданием, надо сперва очистить зеркало. Очистить прохождение информации между надсознанием и подсознанием. У большинства людей настолько заплеван собственный колодец, настолько загажен, что этой связи нет. И правое крыло, и левое машут рассогласованно. Поэтому болеет тело. Так вот, когда мы занимаемся созданием, создание невозможно без хотя бы чистых пятен на зеркале. И получается, если мы работаем на консультации с человеком, мы какой-то кусочек где-то зачищаем, чтобы хоть какие-то сигналы проходили. И дальше предполагается, дальше-дальше самостоятельная работа плюс периодические консультации. Когда мы работаем на курсе, мы берем сразу 20 человек. На этом курсе чуть уже больше есть. Мы их всех отрабатываем. И за счет этого все участники, которые присутствуют на курсе, даже с которыми мы не работаем лично, потому что этот курс уже сформирован. И здесь нет мест, чтобы мы уже с вами работали индивидуально. Но в процессе вот этой вот коллективной работы ваше зеркало будет чиститься, потому что у вас аналогичная идет ситуация, аналогичные пятна на зеркале, и мы там выступаем как одно сознание. Все зеркала умолятся одновременно. Так вот, к концу, когда зеркало уже освобождается от этой вот мути и грязи, вот тогда идет создание, закладка нового. И вот именно техникам создания, акцент на этом курсе, мы и будем учить этой работе. Поэтому, если вам интересно создание уже на месте чистого зеркала, вы можете присоединяться к курсу с платформой Сабришин. Еще это возможно. И даже цена снижена для тех участников, с которыми мы индивидуально уже работать не будем. Чьи запросы не будут звучать, но с которыми мы будем по парадоксу работать индивидуально, потому что аналогичные запросы будут отрабатываться через их зеркала. Потому что в данном случае не каждый человек является другому человеку, зеркалом. И мы конкретно заходим с мойки зеркала. И вот на этом курсе выяснится еще одна очень интересная штука. Оказывается, что в зависимости от того, насколько загрязнено зеркало, от этого напрямую зависит ваш ресурс и ваш силовой потенциал. И чем слабее человек, тем более он паразитален по своему сознанию, тем более ему надо зацепиться за внешнее, за коллективное, за наружное, перевесить ответственность. Потому что я такой слабый, везите меня, везите. Я ни на что не способен. А когда ты хочешь создать синенький Рулс-Ройс, без силы ты его создать не можешь. Без силы ты создашь зелененький запорожец. Так вот, вот это возвращение силы, оно надо. Это тоже про чистоту зеркал. И поэтому отдельным блоком мы выставили коллективное погружение. Это для тех людей, которые пока только входят в инфодайм, еще не готовы учаться серьезно на дорогих обучающих программах. Они могут присоединиться к практикам или коллективным погружениям. И мы там под конкретный запрос даем психотехническую базу и погружение. И человек может потом под это тренироваться сам. Так вот, возвращение силы у нас будет практикум, который будет проходить в следующий понедельник. И вот именно он будет направлен на то, чтобы человек имел силовой потенциал для создания. То есть это потом все равно соединяется с техниками создания и так далее. Но сам момент работы с зеркалом и именно силовым потенциалом человека с ресурсом будет на этом практикуме. Возвращение силы, если вам тоже интересно, можете подключаться. Без силы нету создания. И поэтому, сколько бы вам тренера и психологи не рассказывали, мы сейчас спустим бабочки из живота и к вам прилетит тут же, что вы захотели, оно прилетает в другом варианте. И совсем не то, что вы захотели. И иногда прилетает задом, не передом. Так вот, это про силу и это про чистое зеркало. И если вы хотите, чтобы ваше сознание было создающим, то надо начинать с чистого зеркала, с себя и с собственного силового потенциала. Интересно? Подключайтесь. Что заложили в свою жизнь, то и получили. Так и живете. Кстати, когда я говорю подключайтесь, я сразу хочу сделать одну отметочку. Подключайтесь своевременно. Потому что вчера после стрима было очень большое количество желающих участвовать в курсе и платежная система многих отбила. Во-первых, они сталкивались с одновременно во время платежа и система не могла их провести. Во-вторых, есть понятие, пока в нашей стране есть понятие лимиты юные. То есть, при всем том, что они у нас бывают большие и, как правило, по договору они большие, но вчера отбивалось с надписью лимит, дневной лимит превыше. Поэтому распределяйте во времени свои платежи, не оставляйте на последний момент. Плюс некоторые платят с карточки МИР или там с Украины или еще откуда-то. И у вас есть свои лимиты на карточках, и надо разбираться со своим банком. То есть, заблаговременно оплачивайте для того, чтобы не создавать напряжение. Потому что на вот эти «Ой, ай, я хочу, а у меня не получается», мы вам не отвечаем и вас в долг не подключаем. Это априори невозможно в присуществующей подключенной платежной системе, потому что это является нарушением законодательства. И так как у нас работает это все в автоматическом режиме, значит, просто человек теряет возможность, либо потом платит в полтора раза дороже, и потом кричит «я не успел». Не надо кричать. Расслабьтесь и сделайте это за день, за два, за три. Да, и в спокойном режиме. Это взятие ответственности. Это взятие ответственности и это осознанное принятие решения «участливать». Когда оно, это решение есть, то вы никогда не откладываете на потом в долгий ящик, потому что вы уже приняли это решение. Знаете, что хотите. Да, вы знаете, что хотите. И мы так плавно сейчас переходим к третьему нашему блоку, который называется «Наши планы». Итак, наши планы. Мы уже рассказали, что планы. У нас вошел проект в ТикТоке и в Инстаграме. Мы активно начали работать с этими платформами. И там сейчас пойдет очень большое количество роликов, нарезанных кусочками с нашей работой, когда мы отвечаем на ваши вопросы. На самом деле, когда мы отвечаем на ваши вопросы, мы отвечаем не в состоянии погружения, то есть это поверхностное состояние, это наше тренировочное состояние, потому что мы живем в обычной жизни, и нам надо зачастую решение принимать не с закрытыми глазами в погружении, а нам надо иметь опыт и взаимодействие с окружающим миром, и создание окружающего мира в том контексте, который нам нужен, в моменте здесь и сейчас. Это с открытыми глазами и в расслабленном состоянии. Так вот, когда не хочешь быть расслабленным, не напрягайся, да? Вот мы так и живем. Поэтому вот этот тренировочный процесс мы запустили, мы вам показываем, что может наша психика абсолютно в расслабленном состоянии, здесь и сейчас. И мы не только нашу, но и ваша психика, замечу, потому что у нас у всех одинаковая божественная суть. Все мы боги по сути своей. Но кто-то это осознает, а кто-то спит и не осознает. Кто-то занимается техниками для просыпания, а кто-то занимается техниками для засыпания. И это ваш выбор – засыпать или просыпаться. Мы вам предлагаем и показываем те возможности, которые психика открывает при просыпании. И вы сможете видеть это в Инстаграме, да? Ответы на вопросы и расклады. Кстати, по комментариям на Ютубе я поняла, что очень тяжело мужчинам особенно дается, что расклады дают женщины и мужчины. То есть у них мозг заворачивается, потому что даже пишут наше место на кухне, рожать детей на кухне. Правильно, мужики в этом ограничены. У них ни кухни, ни детей. Вот один написал. Ну какая разница, понимаешь? Один написал, реально, это мнение мужского населения. И мы с этим мнением уже не раз сталкивались. Потому что человек не позволяет женщине вообще открывать флот. Это про подавление. С приматозоидом дается задавить яйцеклетку, даже ржачно. Действительно, женщины имеют доступ к подсознанию. Мужчина не может войти в подсознание без женщины. Увы, перед мужчиной открыто только над сознанием, подсознание добро пожаловать, когда вас туда придет женщина. И когда уже эти вещи понимаешь, и когда понимаешь, что человек через слово не понимает, что мы там говорим. Для нас мы видим из подсознания целую ступеньку. Вот ступенька лжи, ступенька зависти, злости, и так далее, как это работает. У нас в голове мы идем по ним по ступенькам. Мы зацепились за эту информацию, за эту, за эту, за эту. И у нас путь внестроен на выход человека из заболевания или из проблемы. А человек не понимает, почему мы туда вступили, и он вообще не видит этих ступенек. И я понимаю, что уже есть разрыв информационный, потому что люди привыкли видеть решение проблемы, в спине, в жизни. Именно решение проблемы, когда есть на кого эту проблему предложить. Да, да, да. А тут ты говоришь, слышишь, встал на свои ноги и поковылял. Первая ступенька, вторая, третья, четвертая. Делаешь, имеешь. Не делаешь, иди и страдай. И это твой выбор. Вот это настоящий инфодайк. Поэтому зачастую наши ролики смотреть больно, очень часто непонятно. Дорога усилит идущие господа. Но мы вам показываем реально возможности субъективного восприятия. И на сегодняшний день на рынке, кроме нас, никого нет. Кто бы вам это разложил и показал, кто вообще эти вещи осознает и понимает. Кроме того, у нас начинается новый проект, кроме вот этих стримов и наших тренировок, начинается новый проект. Он пойдет с апреля. И вот это уже интересно. Многие люди ждали повторения наших старых семинаров. Это в год наши программы, спрашивали, да, когда мы это будем повторять. Как же это же целая же программа разработана, почему мы их не повторяем. Господа, мы будем с апреля это повторять. Будем, но мы будем повторять в американском варианте. Спасибо нашим американским коллегам, которые научили нас это делать, потому что мы сами до этого бы не додумались. То есть у нас будет выставлено расписание. И раз в две недели у нас будет идти живой семинар, где мы ведем, они все будут из глубины. Да, теперь уже только глубина, потому что нам она интересна. И будет раз в две недели, но глубина очень многим не под силу, потому что надо пройти начальный этап. Начальный этап пропущен. Значит, мы будем выставлять полностью программу инфодайинга начального уровня. Мы повторим, но повторится она в записи. В записи мы начинаем семинар вместе с вами. Дальше вы смотрите полностью записанный семинар в записи, но в моменте здесь и сейчас. То есть это целая группа, которая в это время смотрит, работает и может переписываться в чате. И в конце мы выделяем время для ответов на ваши вопросы и те разъяснения, которые вы не поняли в процессе обучения. И вот такое обучение, то есть это полуживое обучение, оно будет начнется с апреля месяца, начнется на платформе Subrition, оно будет анонсировано, и оно начнется от простого к сложному. И вы сможете этот путь пройти вместе с нами. Если у вас какие-то семинары уже куплены, прекрасно вы можете присоединиться к другому семинару и точно так же задать нам вопросы. И мы ответим на ваши вопросы и расскажем, почему работать так или иначе, поможем вам с психотехнической базой. Потому что на этих семинарах классно дана именно психотехническая база. И именно психотехническая база. И с ней те семинары будут повторяться, в которых есть именно вот эта база. И таким образом у нас каждую неделю будет идти курс, но одну неделю он будет из глубины для тех, кто продолжает обучение. И одну неделю он будет для тех, из вот этих состояний повторного, да, обучения. Для тех, кто начал инфодайнинг и хочет все-таки освоить вот это восприятие и точно так же развить свои психи. И при этом можно получить ответы на вопросы. Да. Поэтому. Цена на семинары будет такая же, как сейчас он выставлен в продажу. Ничего меняться не будет. Более того, с апреля наши семинары из глубины тоже подорожают. Цена будет единая. Итак, кроме того, у нас в планах выпуск книг. Это инфодайнинглубина. Книга сверстана, она будет напечатана. Мы ждем, что ее напечатают нам в марте месяце. То есть вряд ли в феврале ее успеют. Но мы сейчас начали сотрудничество с новым издательством по книге Александра Зайцева, по чату особенных мам и детей. Книга, которую написали мы, да. Вот эта книга, она уже в предзаказе, и ее делает другое издательство. И если нам понравится работа с ним, то, возможно, мы ускорим выход глубины. То есть мы тогда перекинем эту книгу к ним и сделаем там. И тогда она уже в марте будет у вас на предзаказе, и ее можно будет заказать и купить. Она точно так же будет идти вот в этой золотой серии с золотым значком. Кроме того, у нас дописывается книга «Инфодайвинг. Парадоксальное восприятие», и мы все-таки решили ее выпустить малым тиражом. И просто те люди, которые уже имеют коллекцию наших первых книг, у них она будет и в коллекции, и к осознаванию, и она будет в этом тираже выпущена. В дальнейшем к перевыпуску мы ее пока не планируем. То есть у нее будет малый тираж. И при этом готовится еще одна книга «Инфодайвинг. Практика», но она будет называться не «Инфодайвинг. Практика», это будет десятая книга, она пойдет в последний, она будет называться «Инфодайвинг. Иллюзионист. Практика». Почему иллюзионист и почему практика вы поймете из книги «Парадоксальное восприятие». Так вот, полкниги описывают стандартные практики, которые можно увидеть на видео. Немножко меньше, чем половина книга, планируется большой. А вторая часть – это про иллюзиониста. И это уже интересно. И тогда у человека возникает разрыв между первой частью книги и второй частью книги. И вот в этот разрыв вы можете тогда поместить девять предыдущих книг. Для того, чтобы иллюзионист наконец-то понял, что он создает и зачем. Ну вот, наверное, и все наши планы, рассказы, все, что было за неделю. Если вам интересен «Инфодайвинг», подключайтесь. Мы работаем с платформой «Сабришин», с «Убретион.ком». В ближайшее время платформа пойдет в тестирование для психологов и экстрасенсов. Мы объявим это дополнительной табличкой, пригласим в сотрудничество. Начнем с белорусских и российских коллег и потом расширим дальше. Сегодня в связи с санкциями мы пока предлагаем тестовые варианты на две страны, на Беларусь и Россию. А потом дальше мы пойдем шире. Итак, до встречи на платформе «Сабришин». До встречи.